Здравствуйте, ребята! Я, Нина Демьяновна Коминариц, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока имя существительное в языке и речи. И сегодня на уроке мы ответим на следующие вопросы. Каков морфологический портрет имени существительного, что означает слово Датка. Почему так много пословиц о книге? В начале урока наша традиционная рубрика слова дня. Сегодня в этой рубрике слово, связанное с историей Кыргызстана и личностью известной как Алайская царица Курманжан Датка. Что же означает слово Датка? Датха с персидского пожелание, просьба, справедливость. Это титул в среднеазиатских ханствах девятнадцатого века, выше Бея и равный Султану. Кыргызско-русский словарь Юдахина дает следующее толкование слову Датка. Датка одно из высоких званий в Каканском и Бухарском ханствах приравнивалось к чину полковника. Слово в речи. Ставка Курманжан-Датки находилась в небольшом Аиле Гульча. 2011 год был объявлен годом Курманжан-Датки. Портрет Курманжан-Датки можно увидеть на лицевой стороне киргизских банкнот достоинством в 50 сомов. Имя Курманжан-Датки носит международная премия, учрежденная Кыргызско-российским славянским университетом. Это слово мы встретим в тексте, который сегодня будем рассматривать на уроке. А сейчас представьте, что земля – живое существо, наделенное разумом. Как вы считаете, о чем земля могла бы думать? Прочитаем стихотворение Светланы Токамбаевой, ныне Сусловой, поэтессы и переводчика, академика, кавалера ордена Данакер, ордена дружбы, ордена Екатерины Великой, лауреата конкурса на лучшее художественное произведение на русском языке, изданное в Кыргызстане. И узнаем, что по этому поводу думает поэтесса. Опять снега идут над миром безымянно, и серебром отсвечивает мгла. Земля, наверное, думает о главном, и потому сегодня так светла. Вся комната уже наполнена цветеньем, как будто в окнах хлынул вешний сад. Дробится лунный свет, колеблет ветер тени, и прямо на пол льется звездопад. Земля думает о главном, и поэтому светла. Светла от сияния звезд, лунного света, снега. Светла настолько, что, кажется, расцвел белоснежными цветами весенний сад. А белый цвет означает жизнь, чистоту, непорочность, свет. Можно предположить, что земля думает о мире и спокойствии. Найдем в тексте имена существительные. Зададим вопрос. К слову «главное». Какая это часть речи? На первый взгляд все признаки имени прилагательного. Какое? Окончание «ое». Но в контексте стихотворения мы задаем другой вопрос. Думает о чем? О главном. Это имя существительное. Признак как предмет. Как же оно образовано? Слово перешло из прилагательного в существительное. Способ образования – переход в другую часть речи. Распределите существительные на три группы. Существительные, которые обозначают предмет, явление действительности. Существительные, которые обозначают признак как предмет. И существительные, которые обозначают действие как предмет. запишем их в именительном падеже что у нас получилось существительные которые обозначают предмет явление действительности снега мир земля комната окна сад ветер тени пол мгла существительные которые обозначают признак как предмет серебро главное существительные которые обозначают действия как предмет цветенье свет звездопад определим род данных существительных существительные снега мир сад пол ветер свет звездопад мужского рода существительные земля комната тени мгла женского рода существительные окна серебро главное цветенье среднего рода вспомним морфологический портрет имени существительного нам в этом поможет учебник упражнение 156 рассмотрим схему алгоритм устного морфологического разбора первое поставьте существительное в начальную форму и определите значение собственное или нарицательное одушевленное неодушевленное рот склонение охарактеризуйте форму в которой стоит существительное падеж число определите синтаксическую роль в предложении руководствуясь данным алгоритмом разберем существительные цветеньем и земля существительная земля начальная форма земля обозначает предмет имя собственное неодушевленное женский род первое склонение именительный падеж единственное число в предложении является подлежащим цветением начальная форма второе морфологические признаки постоянные цветение обозначает предмет нарицательное неодушевленное средний род второе склонение творительный падеж единственное число дополнение запомните план морфологического разбора имени существительного он всегда состоит из трех основных пунктов первое значение начальная форма второе морфологические признаки постоянные и непостоянные 3 синтаксическая роль определим постоянные морфологические признаки имен существительных в упражнении сто пятьдесят семь распределите слова на группы явление природы чувство человека характеристики личности предметы действительности проверим как вы справились с заданием явление природы гроза снег радуга чувство человека радость уныние восторг характеристики личности доброта надежность порядочность предметы действительности кружка дом учебник определим в каждой группе постоянные признаки одушевленность рот склонение все существительные неодушевленно и существительные гроза радуга радость доброта надежность порядочность кружка женского рода гроза гроза радуга доброта кружка существительные первого склонения радость надежность порядочность существительные третьего склонения слова снег восторг дом учебник существительные мужского рода второго склонения существительное уныние среднего рода второго склонения Следующее задание. Дополните предложения словами для справок, подбирая их по смыслу. Подумайте, как напишем слова в скобках. Проверяем. Премьера спектакля «Золушка» состоялась в Русском театре драмы имени Чингиза Этматова. Спектакль заставил зрителя задуматься о справедливости, об отношениях в семье, о счастье. Об этом рассказал журнал «Зритель», который выходит теперь по четвергам. Название спектакля пишем с большой буквы и заключаем в кавычки. Имя собственное. Русский театр драмы – первое слово пишем с большой буквы. Это официальное название театра. Имена и фамилии людей всегда пишутся с заглавной буквы. Почему в одном случае слово «Зритель» написано с маленькой, а в другом – с большой буквы? Первый случай – имя нарицательное. Второй – название журнала «Зритель», имя собственное. По четвергам – название дней недели, месяцев пишем со строчной буквы. Рассмотрим внимательнее постоянные морфологические признаки имени существительного. Существительные в русском языке имеют род. Мужской, женский, средний. Девочка – женский род. Мальчик – мужской. Озеро – средний. Это просто. А как определить род следующих существительных? Внимание на экран. Как правильно? Правильный вариант «Вкусный кофе». Словари допускают и вариант «Вкусное кофе», но интеллигентные люди предпочитают вариант «Вкусный кофе». Как правильно согласовать с прилагательным слово «тюль»? Правильный вариант «Красивый тюль». Как правильно? Правильно говорить «Мужской шампунь». Какой вариант верный? Правильно говорить «Удобная тапка». Как правильно согласовать с прилагательным слово «шимпанзе»? Правильный вариант «Смешной шимпанзе». Род существительных, чаще всего заимствованных, грамматический признак, который напрямую не соотносится с лексическим значением. Поэтому я советую вам проверять род таких существительных по словарю. А как правильно сказать «Большой умница» или «Большая умница»? Это существительные общего рода, которые в зависимости от конкретных обстоятельств могут выступать. То, как существительные мужского рода, он у нас такой умница. То, как существительные женского рода, она у нас такая умница. Существительные в русском языке имеют три склонения. Уверенно вы это знаете и легко справитесь со следующим заданием. Из предложенных компонентов составьте схему. Дополним и прочитаем данную схему. В русском языке у существительных три склонения. К первому склонению относятся существительные мужского и женского рода с окончанием «а-я». К второму склонению относятся существительные мужского и среднего рода с нулевым окончанием, окончанием «о-е». К третьему склонению относятся существительные женского рода с нулевым окончанием, основой на согласный с мягким знаком. Особая группа – это склонения существительных на «ия-и-ие». Сюда относятся существительные женского, мужского и среднего рода, которые оканчиваются на «ия-и-ие». А для чего нам нужно уметь определять склонения? Чтобы правильно писать коварные, безударные, падежные окончания существительных и правильно согласовывать слова в предложении. В упражнении 161 нам как раз нужно решить, какие буквы мы напишем на месте пропусков в пословицах. Внимание на экран! Орфографическая минутка. Проверим, как вы справились с заданием. Украшает в счастье. Пишем букву «е», второе склонение, предложный падеж. Вводит по книге. Буква «е», первое склонение, дательный падеж. Без грамматики. Буква «и», первое склонение, родительный падеж. Без книги, первое склонение, родительный падеж. Научиться математике, первое склонение, дательный падеж. Утешает в несчастье, второе склонение, предложный падеж. Знает в чтении. Склонение на «и-е», пишем букву «и». А теперь соберем части пословиц. Проверим. Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. Иной глазами по книге водит, а разум у него стороной ходит. Без букв и грамматики не научиться и математике. Не всякий, кто читает, в чтении сил узнает. Дом без книги, день без солнца. Какая тема объединяет пословицы? Как вы их понимаете? Русские народные пословицы и поговорки о книгах имеют глубокий смысл. Они говорят о большой роли в жизни человека знаний, о необходимости чтения книг, о самообразовании. Книги учат, дают новые знания, развивают мышление и воображение. Книги помогают в труде, ведут к успеху. И мы понимаем, что читать следует вдумчиво, применяя приобретенные знания в жизни. Примером того, как с раннего детства нужно развивать свой ум, может служить жизнь Курманжан Датки. Курманжан Датка – уникальная историческая личность, взявшая на себя ответственность управлять алайскими кыргызами в очень сложный период. И управляла мудро и рассудительно. И в этом немалую роль сыграло образование Курманжан. В раннем возрасте она умела читать и писать, что было необычно для того времени. Изучала языки, занималась самообразованием. Чтобы узнать больше об истории нашей Родины, обратимся к тексту упражнения 163. Применим свои знания на практике. Согласуем имена существительные из скобок с другими словами текста. В 19-м, начале 20-го века, особое место в жизни кыргызского народа занимали Алымбек Датка и его жена Курманжан Датка. Детские и юношеские годы Алымбека Датки прошли на Аллае. Крае суровом, но сказочно красивом. Он родился в 1799 году в селе Жошолу. Образ жизни кочующих скотоводов воспитал в нем характер мужественный и отважный. Алымбек отличался объективным отношением к жизни, умением быть выше бытовых предрассудков. Уже в 31 год он обладает большими полномочиями. Получает почетное звание Датка и женится на аллайской красавице Курманжан. Алымбек мечтает об объединении всех кыргызов в одно целое и создании Тяньшанского ханства. В 1858 году он становится первым визирем объединенного узбекско-кыргызского ханства. Однако в череде дворцовых переворотов наступает неизбежная развязка и для Алымбека. По разным данным он убит заговорщиками, либо казнен в 1862 или 1863 годах. Но власть на Аллае не выпала из рук кыргызов. И титул Датки, и право управления аллайскими кыргызами перешли к мудрой и энергичной жене Алымбека. Курманжан. Я надеюсь, друзья, что благодаря этому тексту вы обогатили себя новыми знаниями из истории нашей Родины. Подведем итоги нашего урока. Сегодня на уроке мы ответили на вопросы. Каков морфологический портрет имени существительного? Что означает слово Датка? Почему так много пословиц о книге? Запишите традиционное домашнее задание. Параграф 34, страницы 102-106 нашего учебника. Упражнение 163. Начертите таблицу, как показано в упражнении. Выпишите имена существительные и скобок в соответствующей форме в данную таблицу. Объясните их правописание. Приведите собственные примеры на правописание падежных окончаний имен существительных в родительном, дательном и предложном падежах. На этом наш урок завершен. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok